Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» с главными событиями региона. Познакомлю вас я, Татьяна Трофимова. Пять направлений поддержки. Глава Чувашии подписал указ по улучшению качества жизни населения. Без ущерба бюджету в Доме правительства состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. Творческий взгляд. Спектакли окружного фестиваля студенческих и школьных театров в эфире национального телевидения. Сегодня, 26 сентября, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской республики. На его реализацию предлагается выделить в 2020 году в общей сложности около 3,5 миллиардов рублей. Документ определяет приоритетные направления развития региона на будущий год. Достаточно серьезный объем средств предусмотрено в данном указе. Это более 3 миллиардов рублей, 3,4 миллиарда. Как вы сами, наверное, уже посмотрели указ на образование, это самая крупная сумма, 1,2 миллиарда рублей. В основном эти средства будут направлены на капитальный ремонт учреждений, образовательные учреждения муниципальных образований и в дошкольные образовательные учреждения, то есть садики и школы. И также предусмотрен ремонт всех муниципальных лагерей. Кроме того, и приобретение мебели, и оборудования предусмотрено. Ну, аналогично предусмотрены расходы и по здравоохранению, это миллиард рублей. Также и ремонт, и приобретение оборудования по здравоохранению. Соответственно, наша задача уже при формировании бюджета на 2020 год предусмотреть в полном объеме бюджетные ресурсы на выполнение данного указа. На данной задаче наше министерство сегодня работает и с учетом уже сбалансированности нашего бюджета, устойчивости его, в полном объеме данный указ будет обеспечен финансовыми ресурсами. Один из объектов будущей модернизации – Чебоксарская районная больница. Ее здание существует с 1977 года. И за все это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Савелию Перцеву 9 лет. Вместе с родителями он лечится в Чебоксарской районной больнице, хотя старается часто сюда не приходить. Я бегаю по утрам, вечером, на физкультуре. Я люблю бегать, потому что я не знаю. Похвастаться таким иммунитетом может не каждый. Но Савелий, да и любой другой посетитель больницы, хочет все же поправлять свое здоровье в комфортных условиях, в отремонтированном здании и с новым оборудованием. Разумеется, все новое лучше, чем старое. Ветхое оно хуже, чем старое. В рамках указа главы республики в 2020 году больница получит 24 миллиона рублей. Средства пойдут на ремонт правого крыла поликлиники. Здесь обновится система теплоснабжения, канализации, водопровода. Полностью отремонтируют кабинеты, заменят мебель. Если бы этих денег не было выделено, не было бы субсидий, господдержки, то эти ремонты нереально было бы сделать своими силами. Сейчас в поликлинике обновляется детское отделение, тоже на республиканские средства. Кстати, капитальный ремонт здесь идет впервые за 33 года. По оборудованию, в этом году у нас планируется поступление оборудования на общую сумму около 32 миллионов рублей. Часть из них уже поступила, в этом числе и передъюжной фельско-акушерский пункт на общую сумму около 7 миллионов рублей. Также цифровая рентгенустановка для флюорографии на сумму 15 миллионов рублей. К тому же еще планируется поставка газификатора и трех аппаратов искусственной медикации легких. Сегодня в поликлинике республики ежедневно обращаются более 45 тысяч граждан. В 2020 году планируется провести капитальный ремонт и обновить материально-техническую базу каждой второй медицинской организации Чувашии. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. В сфере здравоохранения предстоит большая работа, серьезные перспективы открываются и в области культуры. В 2020 году в отрасли здравоохранения дополнительно будет выделено миллиард рублей. Естественно, что нам это позволит сделать? Это модернизация первичной звена здравоохранения. И от работы первичной звена сегодня зависит и увеличение продолжительности жизни, и доступность к качествам и оказанию медицинских услуг. Мы уже работаем здесь в проекте Минздрава России по обережливым производствам. Вот как раз выделенные финансы СССР дополнительно нам помогут отремонтировать наши лечебные учреждения по принципу бережливого производства, улучшить материально-техническую базу. Но и сегодня те информационные технологии, которые присутствуют на территории Чувашьей Республики, будут более доступны. 53 автомобиля для 28 лечебных учреждений нам позволят увеличить доступность уже оказания медицинской помощи. И на дому, и выездные мероприятия. В этом году поступило в рамках национального проекта 18 мобильных ферско-акушерских пунктов в комплексе. Если сегодня смотреть по геоинформационной системе Министерства здравоохранения Российской Федерации, мы всегда говорили, что шаговую доступность мы обеспечили. В рамках поддержки культуры будет выделено 500 миллионов финансовых средств на поддержку материально-технической базы. Туда войдут все муниципальные библиотеки, муниципальные архивы, культурно-досуговые учреждения, а также будут оснащены 100% образовательные учреждения дополнительного образования, которые находятся тоже в муниципальных образованиях. Всего у нас 44 школы. Детские школы искусств и художественные школы имеются. Они будут оснащены, обновлены, будут закуплены музыкальные инструменты, новые оборудования, ученическая мебель. Библиотеки пополнятся новыми книжными фондами. Будет в 2,5 раза обновление книжных фондов, чего не было у нас в последнее время. Поэтому этот указ, конечно, сделает большой прорыв в сфере культуры. И максимально обновление материально-технической базы пройдет 85% учреждений культуры. Это поможет, конечно, в первую очередь улучшить условия наших учреждений культуры. 103 миллиона рублей. Такие долги по зарплате накопили предприятия «Чуваши». О том, как их ликвидировать, сегодня говорили в Доме правительства. Есть задержки, отвечай. На ковре строители, перевозчики, сотрудники оптовой торговли. Именно организации этих отраслей сегодня терпят крах из-за долгов по зарплате. Республика. Сделало 632 обращения граждан по вопросам задолженности по зарплате, что составляет более 42% от общего количества поступивших обращений. Ситуация, что и говорить, непростая. Погашается задолженность на одном предприятии, появляется на другом. Стремление и работодателей, и всех тех, кто администруирует все эти вопросы, и меры прокурорского реагирования дают соответствующий эффект, результат. Я могу просто сказать, по сравнению с первым июня текущего года, задолженность сократилась на 38,7%. С одной стороны, это такой хороший результат. Работники, те, которые месяцами, годами зарплату не получали, смогли получить. Есть стремление у каждого из нас. Но в то же время, долги все равно есть. Работники возмущаются. На сегодня самый большой долг по зарплате перед работниками имеет Чуваш Автотранс. Около 700 его сотрудников недополучили более 40 миллионов рублей. Мы предпринимаем все возможные меры для их погашения, в том числе продаем имущество, сдаем имущество в аренду. У нас ежемесячные преступления от аренды составляют более 350 тысяч рублей в месяц. Этого, конечно, недостаточно. Но, тем не менее, мы по этому вопросу работаем. На настоящий момент у нас реализовано имущество только на 17 миллионов рублей. Все остальное имущество, как я уже говорила, оно выставлено на торги. И мы ждем, как бы до конца года все-таки какие-то поступления, возможно, будут. Конкурсные производства когда введены у нас? Процедура наблюдения? В 2016 году. За этот период активы, о чем вы говорите, около 800 миллионов рублей, даже там больше, меньше, почти непродалимы. И закон, норма законодательства, по закону и по совести надо всегда поступать. И сегодня работать на результат. Но, увы, к сожалению, мы этого не видим. Хотя активов там достаточно от продажи, даже если с учетом заниженные цены будут продаваться, хватает покрыть и зарплату, и налоги, и все другие отчисления. На заседании обсудили и проблемы неформальной занятости, под пристальным вниманием организации общественного питания и малое предпринимательство, в частности, торговля и сдача жилья в аренду. В этих сферах чаще всего трудятся без договоров. С начала года в Чувашии и Стени на свет вывели более 9 тысяч человек. Работа в этом направлении должна продолжиться. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридунов, Республика. Завышенные цены, нецелевое расходование средств и другие нарушения при благоустройстве дворов, общественных территорий и строительстве контейнерных площадок обсудили сегодня на заседании комиссии по противодействию коррупции. 13 миллионов рублей нарушения на такую сумму выявила контрольно-счетная палата республики при проверке работ по программе оформления комфортной городской среды. Так, к примеру, в Шумерли, Канашей и ряде других населенных пунктов подрядчикам оплатили фактически невыполненные работы. Кроме того, муниципалитеты изначально завышали цены контрактов. Строительство контейнерных площадок после перехода Чувашии на новую систему обращения с отходами – еще один предмет проверки. Минстрой определила ориентировочную сметную стоимость стандартной площадки с двумя контейнерами – 29 тысяч рублей. Однако, действительно, ориентировались на нее не все муниципалитеты. У кого-то два контейнера, например, в Минскопосадском районе составили стоимостью 16 тысяч рублей, в Алатарском районе – 34 тысячи рублей. Если на самом деле использование одни и те же материалы, но по стоимости они разные, то это уже вопросы коррупционного характера. То есть это причинение материального ущерба тем самым бюджету. Самые дорогие площадки специалисты обнаружили в Шумерлинском районе – 71 тысяча за площадку на четыре контейнера. Глава администрации отметил, мол, делали с расчетом на дальнейший раздельный сбор мусора и по всем правилам. По цене я хочу сказать, Михаил Васильевич, они у нас капитально построены по всем требованиям Санпина. Я тоже проезжал и по другим районам, не хочу критиковать своих коллег. Там разные есть и сплит бывших употреблений сделаны, и другие варианты есть. Конечно, она разной стоимость будет. Можно ли было сделать и по нормам Санпина, и без лишней нагрузки на бюджет? Это предстоит выяснить контрольным органам. Михаил Игнатьев поручил провести комплексный анализ. Что касается программы по формированию комфортной городской среды, нецелевые расходы необходимо возместить. А должностных лиц, которые это допустили, наказать, отметил глава региона. А чтобы в дальнейшем нарушений было как можно меньше, Минстрой уже внес поправки в нормативные документы. Так теперь на проделанную работу подрядчик дает три года гарантии. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Процесс перехода транспорта на газомоторное топливо сдвинулся с места. Работа непростая. На развитие этого рынка потребуется не один год и многомиллиардные суммы. Но главное, что спрос на метан повышается. Как реализуется приоритетная программа, обсуждали на расширенном совещании в Нижнем Новгороде. Подробности у Дмитрия Ковалева. У мастеров специализированных станций и работы прибавилось. Число машин, переведенных на газовые баллоны, в республике растет. Экономия – главный аргумент автомобилистов. Стоимость бензина многих бьет по карману. У экологов своя правда. Воздух в городах должен быть чище. Чаще всего это подразумевается пропан-бутан. Данный газ, он более распространенный будет и самый безопасный, так скажем, который имеется. Развитие рынка газомоторного топлива поможет решить и другие проблемы, отметил глава региона. После перевода автобусов на метан должны снижаться тарифы на перевозки. Предприниматели стимулируют сниженной ставкой налога. Автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10%. Если брать грузовые автомобили, больше грузовые автомашины, то они используют где-то на уровне 13%. Конечно, этого мало. Почему? Потому что не хватает станции. Сейчас в столице республики работает только одна газонаполнительная компрессорная станция. Развивать инфраструктуру для альтернативного бензину топлива регионам поможет федеральный центр. Должна вырасти инфраструктура в несколько раз. Особое внимание обратили мы на необходимость синхронизации мероприятий региональных программ с планами деятельности «Газпрома». Необходимые современные технологии. Так на Горьковском автозаводе наладили выпуск заправочных комплексов с повышенной производительностью. Здесь два компрессора. Вот видите, они там стоят. Отличная идея. То есть клиент должен дать землю и дать врезку. Врезка вот. Там, где невозможно установить большие станции, должны помочь мобильные комплексы, которые также производят в Нижегородской области. С блоком баллонов на 2400. На нужды рынка газомоторного топлива работают и предприятия «Чувашие». В республике наладили выпуск криобаков для метана и пропана. Второй баллон также устанавливается. Они будут работать в паре. Это до 2000 километров от беда на одной заправке. Изготавливается он у нас по полному циклу. Вот будущее зачем будет. Это импортозамечающий проект. Глава региона отметил, что перед производителями открываются новые горизонты. А сейчас мы, «Чувашие», готовы 6-10 тысяч тестерн разного делать практической модификации. Многие не знают, что вот еще уже начали изготавливать такие баллоны. То, что многие, то есть 90%? У нас этого нет. А рынок уже есть. Спрос на природный газ большой. В регионах реализуют более 800 миллионов кубометров топлива. Затраты на строительство автозаправочных комплексов инвесторам готовы субсидировать. Минэнерго подсчитала, что в 2024 году будет около тысячи заправок. Со всех сторон выгодно. И с точки зрения экономии, и с точки зрения экологии. Конечно, очень много еще проблем. Они в основном связаны сейчас с нормативно-правовой базой. Для того, чтобы подать газу в развитие рынка газомоторного топлива, необходимо пересмотреть и тарифную политику. Автомобили на метане стоят выше машин с бензиновыми двигателями. Чтобы спрос на технику повышался, должны быть снижены цены. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Нижнего Новгорода. Чувашия станет пилотным регионом в реализации проекта «Трудовые резервы». Сегодня об этом заявил президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Илья Галаев встретился с главой республики, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Корпоративные занятия физкультурой для региона становятся нормой. На предприятиях республики создано уже свыше 40 спортивных клубов. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках подписанного с Добровольным обществом «Трудовые резервы» соглашения предстоит большая работа. Сегодня указ подписал, чтобы еще в шаговой доступности построить плоскостные спортивные сооружения, чтобы людям было удобно, комфортно и семьей, когда реально могут заниматься. Сейчас главврачи во время мопеда выводят своих сотрудников, кто рано встает, они по утрам. Это прямо корпоративно, в трудовых коллективах все это проводится и в школах. В рамках национального проекта в занятия спортом должны быть вовлечены порядка 55% жителей. Для республики это вполне выполнимая задача. В планах строительства современных площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО. Чувашия станет участником и масштабной программы «Общество. Трудовые резервы». Нас поддержал президент, нас поддержал премьер-министр. На начале этой недели вышло распоряжение президента о субсидировании нашего общества через Министерство спорта. В любом случае, я так понимаю, вы вот-вот уже подойдете к реализации 55%, которую поставил президент. Глава региона отметил, что с добровольным спортивным обществом республика наладила тесные связи. В следующем году Чувашия примет межрегиональные корпоративные игры округа. Масштабная спартакиада трудящихся намечена на сентябрь. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Более ста конкурсантов, где самому юному чуть больше года, самому возрастному 65 лет. Семья Александровых из Аликовского района достойно представила нашу республику на фестивале-конкурсе «Успешная семья при Волжье-2019», который состоялся на днях в Саранске. О рецепте родительского счастья в нашем материале. «Один за всех и все за одного». В многозетной семье Александровых – это жизненный девиз. Они все делают вместе. Сажают огород, разводят сад, выезжают на природу, в лес и на рыбалку. Супруге в браке 24 года. Глава семейства Иван Иванович работает завхозом в Атлантской общеобразовательной школе. Там же трудится и его супруга – поваром. Они вырастили и воспитали двоих дочерей и сына. Но захотелось, чтобы тепло домашнего очага почувствовали и те, кто обделен. Так появилась мысль взять в семью еще шесть детей. Александровы сумели найти подход к каждому ребенку. Стараемся любить мы всех детей. И своих, и приемных. Они у нас одинаковые. Мы не отделяем их. Это наша семья все-таки. Один человек, мы все вместе дружно живем. Дружно в земле. Мы дарим им свое тепло. Как мы работаем, они на нас смотрели и трудились хорошо. И хорошо учились. Семья пользуется признанием и уважением в родной деревне. Духовные ценности для них не абстрактное понятие. В нашей семье есть традиция. Мы вместе сидим и разговариваем. Детей учим, конечно, быть добросовестными, честными, хорошими людьми, чтобы были. Мальчики любят спорт, девочки – рукодели, танцы. Дима занимается легкой атлетикой, боксом. Самый младший – Рома. В этом году впервые сел за школьную парту. Старательный, трудолюбивый, как и родители. Так отзывается о нем его учительница. Вкладывают свою душу, всю силу. Стараются только ради детей. Они активно участвуют в различных конкурсах. Всегда являются активными участниками концертов. Они очень талантливая семья. У них все дети талантливые. Многогранный талант и любовь к творчеству Александрова продемонстрировали в конкурсе «Успешная семья» при Волжье-2019. Одетые в национальные костюмы, они рассказали о своей родословной, увлечениях каждого. Домой семья привезла приз в номинации «Трудовая династия» и яркие впечатления. Там было очень интересно. Самое сложное – это выступать. Я переборол этот страх, и мы выступили. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, «Республика». Театральное при Волжье в эфире. С 1 октября наша телерадиокомпания начинает показывать спектакли окружного фестиваля. Учебный год подходит к концу. И Танинович пойдет в школу. В Чувашии стартует фестиваль «Театральное при Волжье». Зрители увидят 28 спектаклей победителей региональных этапов. Это постановки студенческих и школьных театральных коллективов из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области и других регионов. Национальное телевидение будет транслировать все спектакли. Начало в 21 час. Также видеоверсии спектаклей можно посмотреть на сайте проекта театральная при Волжье.рф. Оценить мастерство юных актеров и проголосовать за лучшую театральную постановку смогут все желающие с помощью СМС-голосования. В декабре победители получат ценные награды. За первое место предусмотрен грант 200 тысяч рублей на постановку нового спектакля. А второе место 140 тысяч. За третье место 100 тысяч рублей. Также для финалистов предусмотрены призы в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Кажется, Евгений, вам не нужно больше никого искать. Главное – женщина в вашей жизни. У вас уже есть счастливо оставаться. Напомню, в Чувашии в региональном этапе среди школьников победителем признана студия сценического искусства Чебоксарского лицея номер 4 со спектаклем «Наброски судьбы». Среди студентов лучшим стал межвузовский студенческий театр Чувашского госуниверситета «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней». Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова